Всё творим, бро, с возвращением на самый шокский канал! Банда, 2023 год подходит к концу, и это был очень тяжёлый год для меня, за который я снял всего лишь 7 видео. Это очень мало по сравнению с другими годами, когда я снимал. И поэтому сразу, в самом начале, я хочу вам пообещать, что в наступающем 2024 году я буду снимать как можно больше видео для вас. И также, банда, хочу вам пожелать, чтобы в наступающем году у вас всё было хорошо, счастья, здоровья и удачи, ведь без неё сейчас никуда. К сожалению, в прошлом, в 2022 году, я пропустил свою ежегодную рубрику «Самый страшный видео за год», поэтому сегодня мне придётся отдуваться сразу за 2 года. И я хочу вам напомнить о некотором и рассказать, как же начался мой 2022-й. Так, Нэти, я заказал монстра под именем Килли Вилли. Это огромное чёрное существо с огромными когтями из селены Хаки-Ваки. Ну, ночь, этот монстр пришёл ко мне в отвор, убил охранника, а потом залез в мою квартиру. Это была самая страшная ночь в моей жизни, банда, просто посмотрите, как это было. О, чёрт, банда, посмотрите на это! На огне в будке охранника какая-то кровь! Неужели Килли Вилли уже прибыл сюда и убил его? О, давайте посмотрим с другой камеры, это просто вся будка в крови, охранника нету на месте! Я в шоке, банда, что вообще происходит? Вы видите это? Тем не менее, банда, давайте продолжим смотреть. О, чё, что это такое? Что это за помехи? Что происходит? Я кого-то вижу, там кто-то проходит, но ничего не понятно из-за помех. Что это может быть? А вот и он, банда, посмотрите, это же Килли Вилли, не подходи ко мне! О, чё, стой на месте! О, господи, банда, просто жесть! Так я и говорил, это была самая страшная ночь в моей жизни, которую я чудом пережил. И через время я узнал от Насти, что у неё был любимый кот, который погиб. И Настя очень сильно по нему скучала, поэтому мы решили в 3 часа ночи его призвать. К сожалению, этот кот напал на меня и расторопал мне всё лицо, было очень больно. Но он куда-то исчез, он снова куда-то пропал. Я думаю, что тебе стоит остаться здесь, продолжить играться игрушками, звать его. А я тем временем пойду в другие комнаты, посмотрю, возможно, он где-то там. Да, хорошо. Чёрт, банда, я так переживаю и надеюсь, что он всё ещё где-то в квартире. Филя, выходи, где ты? Может быть, он в 3-й комнате? Филя, ты здесь? Филя. Чёрт, я так переживаю, банда. Филя, выходи. Ты где-то здесь? Эй, Филя. Чёрт, я не знаю, что у меня здесь? Что там? Что у меня здесь? Господи, там огромные раны. Господи, как всё оно болит? Этот твой кот напал на меня. Банда, от того видео, о котором я вам сейчас расскажу, у меня всё ещё бегают мурашки. Одной ночью мороженщик Роб залез в свою квартиру и затащил туда труп, который потом начал есть. Это была полная жесть, банда, у меня всё ещё не укладывается это в голове. Я тогда спрятался и наблюдал за всем со скрытых камер. О нет, банда, он возвращается и он что-то тащит. Что это такое? Я не понимаю, что это в чёрном мешке. Неужели это труп? О, чёрт, банда, просто посмотрите на это. Неужели он в мою квартиру притащил труп? Вы видите это? Просто жесть, это реально очень сильно похоже на труп. Просто ужас. И куда он уходит? Зачем он его сюда притащил? Как мне всё это объяснить полицией? Он просто ушёл. Окей, банда, я думаю, что нужно выйти наружу и посмотреть, что в этом мешке. Возможно, там всё-таки нету трупа. Он просто пытается меня напугать. Но если там реальный труп, то нужно срочно вызвать полицию. Поэтому идём быстрее. Окей, банда, как-то так аккуратно вылезает. Главное, чтобы он нас не услышал. И нужно вести себя тише, потому что он может вернуться в любой момент. О, чёрт, просто посмотрите, вот этот труп в мешке. Я просто в шоке, мороженечка вроде бы нигде не видно. Просто посмотрите, что это такое. Это реально очень сильно напоминает труп в мешке. Я надеюсь, что это не он. Тем не менее, нужно проверить, что это. О, чёрт, банда реально похожа на человека. Посмотрите, это реально он вернулся, я же вам говорил. И похоже, что он даже немного меня заметил. О, чёрт, он увидел, что кто-то надорвал пакет. Это жесть, банда, что происходит. Зачем он вообще с собой принёс топор? Что он собирается делать с этим трупом? Посмотрите, он просто разрывает пакет около руки. Вы видите это? Там реально рука. О, чёрт, что он собирается делать? Неужели он хочет оторвать? Это жесть, банда. Он просто отрубил ему руку. Вы видите это? О, чёрт, я в шоке. Он так её рассматривает. Просто ужас. Что это такое, банда? Он сумасшедший. Неужели... О, чёрт, что он делает? Он просто не врубает. Вы видите, это банда. Он вообще ненормальный. Сковородка. Он зачем-то взял сковородку. Что он собирается с ней делать? Неужели он прямо тут собирается приготовить титулы из этого трупа? Он просто ненормальный, банда. Что происходит? Он вернулся обратно к трупу и взял эту руку. Посмотрите, он её стряхивает. Он реально стряхивает кровь. Вы верите в это? Я просто в шоке. Неужели он собирается пожарить эту руку? И он возвращается обратно? Чёрт, он прямо надо мной. Это жесть, банда. Чёрт. Он начинает жарить руку. Вы верите в это? Мы тогда ещё его разрезали. Но это не так важно, как то, что мы разрезали демогаргона. В Таркнете мы заказали настоящего демогаргона. И нам его доставили прямо домой в коробке. С которой он, правда, потом ночью выбрался и бродил по квартире. К счастью, нами же тогда подогнали снотворный, который мы в него вкололи, и он уснул. И потом мы решили его разрезать и достали его органы и какую-то чёрную слизь. Банда, вот коробка с демогаргоном. Она такая огромная. Я всё ещё в шоке с этих размеров. О, чёрт, посмотрите на это, банда. Там вылезают его руки. Вы видите это? Он очнулся. Просто посмотрите, банда. Вы видите это? Он вылезает с коробки. Просто гляньте. Это самый настоящий монстр демогаргон. Посмотрите на него, банда. Это полный жесть. Он такой огромный и страшный. Куда он идёт? Неужели он идёт в нашу комнату? Что он делает? Глянь. Он просто всё обнюхивает. Он что-то ищет. Что ему надо, банда? Я не понимаю. Возможно, он ищет еду. Он очень долго может быть в этой коробке. Он нашёл мусорку. Что он собирается с ней делать? О, чёрт, посмотрите. Он её открыл. Гляньте на это, банда. Что происходит? Он достал кожуру банана. Что? Зачем она ему? Гляньте, он её выбросил. И просто начинает есть с мусорки. Вы видите это? Он сумасшедший, банда. Он полностью дикий. Что это такое, банда? Я не могу это спать. Посмотри. Просто на это. Ужасно. О, чёрт. Настя, помоги мне. Мне очень страшно. Оно меня сейчас сожрёт. Настя, помоги. Просто посмотрите на это, банда. О, чёрт. Я пытаюсь вырваться. Это ужасно. О, чёрт. Просто какая-то жесть. Посмотри. Все мы знаем про нашумевшую пиццерию Фредди Фазбера. И одной ночью я со своей подругой Настей решили заказать пиццу из этой пиццерии. Не знаю, что у них там произошло, но нам прислали отравленную пиццу, от которой я чуть ли не погиб. А на Настю потом напал аниматроник Бонни. Посмотрите на его глаза. Они прям налиты кровью. Да надеюсь, что с пиццей будет всё нормально. Давайте же посмотрим на неё. Я так переживаю. О, чёрт, Серёж, что это красное? О, чёрт, банда, неужели это кровь? Откуда это здесь? Просто посмотри. Идёт с этой пачки, ты видишь? Да. О, чёрт, надеюсь, что с пиццей всё нормально. Давайте откроем и посмотрим. О, чёрт. О, чёрт. О, чёрт. Что это такое? О, чёрт. Что это такое? Это отрубленная рука, ты видишь? О, меня сейчас сошнит. Меня тоже отвратительно, банда. Посмотрите на эту пиццу, как это отвратительно выглядит. Тем не менее, о, чёрт. Отвратительно. Что, Серёж, что там? Серёж, что там? Она просто отвратительная супреманда. Она полностью невкусная. Фу. На вкус как тухлое мясо, банда, это ужас. Нужно её срочно выкинуть, супреманда. Нужно выкинуть эту пиццу, она воняет на всю квартиру. Что случилось, Серёж? Не знаю, мне очень плохо. У меня просто всё плывёт в глазах. Дай потрогай лоб. О, господи, у тебя жар. Чёрт, это жесть, похоже, пицца была отраплена. Серёж, ты как здесь? Что с тобой, Серёж? О, господи. Вылазь быстрее. Он был в этой комнате. О, аккуратней. И что? О, он ходил здесь. Сейчас ушёл. Давай, я пойду и позову на помощь. Отличная идея. После этого пиццу я больше не ел. Летом того года мы с Настей решили отправиться в путешествие. И я купил себе новый подводный дрон. На который снял очень много монстров. А также заснял настоящий пикини ботом. И кубку Боба там. Я считаю это видео одним из самых легендарных на моём канале. Ведь я реально смог поймать Спанч Боба и Патрика. Итак, набираем скорость и просто плывём. О, чёрт, на пролом. Банда, посмотрите и гляньте. Это же дом их Сквидворда и Спанч Боба. Вы видите? Это ананас, банда. Это реальные их дома. Я просто не верю своим глазам. Вы помните, что в Дартнете я покупал Кили и Билли из вселенной Хаги-Ваги. Также вы знаете, что в этой вселенной есть персонаж под именем Мама Длинные Ноки. И как оказалось, она умерла. Нам с Настей было очень интересно, как же хоронят настоящих монстров. Поэтому мы нашли кладбище и могилу, где была захоронена эта Мама Длинные Ноки. И мы не просто её нашли, мы даже раскопали эту могилу. Это была самая жуткая ночь тем летом. Посмотри. Что там? Какой-то гроб, ты слышишь? Да. Я во что-то упираюсь, просто глянь. О, чёрт, банда, ты видишь? Здесь видно доски. О, господи. Просто жесть, банда, это какой-то гроб. Неужели это гроб Мамы Длинные Ноки? Давайте быстрее его раскопаем. Просто глянь на эту жесть. Я не могу в это поверить, банда. Просто какой-то ужас, ты видишь? Да. Это такая жесть. Я всё ещё в шоке. Итак, банда, я уже немного его раскопал. Давайте теперь поднимем крышку гроба и узнаем, кто там захоронен. Господи, какой же это волнительный момент. Просто посмотри. О, господи. Чёрт, надеюсь, что там захоронена Мама Длинные Ноки? Просто глянь на это, ты видишь? Это реально она, банда. Просто посмотрите. Банда, мы откопали гроб Мамы Длинные Ноки. И тут лежит её скелет. Во время нашего летнего путешествия мы останавливались в очень многих отелях. Но один отель нам запомнится на всю жизнь. Он назывался Отель Клоунов. Поначалу этот отель не предвещал беды. Кроме того, что там были манекены клоунов, которые потом ночью оживали. Посмотри, ты видишь? Неужели же этот отель? Просто глянь, какая стрёмная вывеска. Это жесть, банда. Ты посмотри на это здание. Ты видишь, какое оно старое и страшное. Я просто в шоке, банда, что этот отель реально существует. Посмотрите на это. Это настоящий отель клоунов. Банда, давайте подойдём ближе и посмотрим, что там. Чёрт, банда, просто посмотрите. Это настоящий отель клоунов. Я никогда такого ранее не видел. Здесь так жутко. Я просто в шоке, что он существует в реальной жизни. Посмотри на этих клоунов. Что это за жесть? Они такие страшные. Я очень надеюсь, что это обычные статуи, а не какие-то живые клоуны-убийцы. Ого, да. Давай, я попробую заглянуть под костюм, узнаем ли там есть человек. Давай. О, чёрт, только нужно аккуратней. Да. Я просто в шоке. Здесь только доски, но почему прибор издаёт тепло? Да. Что это за бред, банда? Ты видишь? Здесь ещё какая-то маска, посмотри. Попробуй её снять, как думаешь. Да, давай. О, чёрт, банда, я просто в шоке. И посмотри, что это за монстр. О, господи. Я никогда такого ранее не видел, это жесть. Я не хочу вообще смотреть на его лицо, оно реально очень жуткое. Тем не менее, банда, теперь нам нужно провести ночь в этом отеле. Уже слишком поздно, нужно ложиться спать. Я взял с собой одну камеру GoPro, которую поставлю на всю ночь, чтобы она снимала то, как мы спим. Возможно, мы увидим что-то подозрительное. Итак, банда, я включил её, это просто жесть. Надеюсь, мы всё с ними правильно. Окей, давайте теперь ложиться спать. Я просто в шоке. Банда нереально тут существует. О, господи, что это? Банда, посмотрите, он наш жил, не подходи ко мне. Стой на месте. Только не, это банда, как они ожили, я не понимаю. Он же был деревянным. О, чёрт, нет, отстань от меня, отпусти меня. О, господи, банда, просто посмотрите. На, на, Настя, Настя, где ты? Больше я в тот отель не вернусь. По дороге домой мы заехали в одно заброшенное село, где пару жителей нам рассказали, что в их водоёме живут настоящие пираньи-убийцы. И поскольку у меня уже был подводный дрон, я решил их поискать. И то, что я снял, банда, у меня всё ещё не укладывается в голове. Эти пираньи были настоящими монстрами, которые ели человече, но я реально смог это снять. Так, банда, дрон стоит, я им не управляю, им двигают волны. Пока что мы ничего не видим, я на самом дне. Чёрт, эти волны мешают мне скрыться, дрон сильно тёркает. Надеюсь, что пираньи не будут его бояться. И посмотрите, только что проплывла пиранья, вы видели? Это точно была она, банда. Она была серого цвета с оранжевым животом. Такая же, которую нам присылал Даркнет. Нужно теперь плыть за ней, чтобы найти их логово. Итак, банда, я уже на дне 56 метров, это очень глубоко. Это просто жесть, как тут темно, вы только посмотрите. Тут такая красная вода, вы видите? Чем дальше я плыву, тем краснее она становится. Неужели это из-за крови? О, чёрт, банда, пираньи точно где-то рядом. Я впервые вижу красную воду в отаеме. Это выглядит очень страшно, неужели это реально из-за крови? То есть пираньи где-то рядом едят свеже убитого человека, банда. Посмотрите, я что-то вижу вдали. Это же рука человека. Её едят пираньи, банда, вы видите это? Они её едят прямо при нас, там даже видно, как кровь поднимается. Это просто ужасно. Они просто пожирают эту руку, банда. Это ужасно, вы видите? Последнее наше видео на подводный дрон было про то, что я снял настоящего речного монстра, которого местные жители называли Марул. Больше я вам ничего не скажу, смотрите сами, что тогда было. Посмотрите, банда, я вижу какую-то пещеру. Неужели там живёт Марул прямо внутри этой пещеры? Давайте как-то аккуратно заглянем туда, но там так темно, просто кромешный мрак, совсем ничего не видно. Там слишком темно, банда, невозможно что-то рассмотреть. Я выплываю, чтобы не потерять там свой дрон. К сожалению, фонарей на дроне не хватает, чтобы осветлить эту пещеру. Я думаю, что нам надо подождать около этой пещеры некоторое время. В любой момент Марул будет возвращаться домой или же выплывать с этой пещеры. И мы так 100% сможем его заснять, нужно терпение и время, чтобы его дождаться. Итак, банда, прошло уже некоторое время, уже скоро потемнеет, а этого монстра мы так и не увидели. Никто не подплывал. О, чёрт! О, господи, посмотрите, это же он! Это Марул, рыба-монстр, вы видите, он существует! Просто посмотрите на него, какой же он страшный! Он зацепил немного мой дрон, я в шоке, куда он уплывает? Просто гляньте, он взял эту руку в рот, он собирается её съесть и теперь куда-то уплывает быстрее за ним! Просто гляньте, банда, он тащит её к себе в пещеру и там он собирается её сожрать. Но почему он не ест эти руки и ноги, которые у него около дома? Неужели он собирается сесть в две руки и одну ногу за вечер? Это ужасно, банда! Он реально собирается сожрать всё это! Мы должны его остановить, мы должны отнести это видео в полицию со всеми доказательствами! О, нет, банда, вот же он! Просто посмотрите, он напал на мой дрон и сигнал пропал! Он уничтожил мой дрон! После этого путешествия мы вернулись в Киев и там я снимал видео не самые лучшие, о которых не хочу вам рассказывать, а тем более показывать. Это был ужасный период в моей жизни, выгорание, депрессии и стресс на фоне войны. Тогда я больше снимал видео на слов всем, чем для себя и для вас. Но я благодарен каждому из вас, кто смотрел те видео и ждал, когда же вернётся Старый Сергеонис с лучшими страшилками в мире. И из-за того, что я тогда снимал не самые лучшие видео в моей жизни, я решил взять паузу, которая затянулась на целый год. И за этот год я смог разобраться в себе и разобраться, что не так было с моими видео, чтобы потом вернуться к вам с новыми улучшенными страшилками. Первое видео, которое я снял в этом году, это была кукла Вуду на говорящего Хэнка. Я бы не рассказывал вам про обычную куклу Вуду, как это было раньше, но в этот раз всё реально пошло не по плану. Потому что для того, чтобы убить говорящего Хэнка, мне пришлось привязать куклу Вуду одновременно на него и на себя. То есть если я хочу нанести ему смертельный удар, я должен его нанести и себе. Это была самая жёсткая кукла Вуду в моей жизни, банда. К сожалению, банда, у меня больше нету вариантов, либо этот нож не поможет, либо это конец, я никак не смогу его уничтожить. Раз, два, три, получай! О, господи, вы видите, это сработало! Я ударил куклу Вуду ножом по экрану, пошли помехи! О, господи! Ты ни за что не убьёшь меня! Я бессмертный! Только если наши души переплетут... Что? О чём это ты? Какие ещё души? Ну же, договаривай! Что это было? Вы это слышали? Какие ещё души? Ну же, говори, не молчи! Что значит, наши души должны переплестись? О чём это он? Как наши души могут переплестись? Я живой человек, а он монстр, животное! Хотя, погодите, а что если он имел в виду, что я должен привязать эту же куклу Вуду к себе? То есть мне нужно взять свою кровь и обмазать эту куклу Вуду. Но тогда я буду получить такой же урон, как и он! И, возможно, именно в этом и есть суд. Мне нужно срочно взять мою кровь! Быстрее сделаем это и покончим с этим монстром! Я уже готов на всё! Окей, банда, вот иголка! Вы только никогда этого не повторяйте у себя дома! Это просто жесть! О! Чёрт! Готово! О, чёрт! Этого должно быть достаточно быстрее! Сделаем уже это! Итак, банда, я аккуратно привязываю куклу Вуду к себе! Просто посмотрите! По идее, это именно то, что он мне и говорил! Окей, банда, я готов это сделать! Я ударю куклу Вуду прямо в голову! Надеюсь, что это убьёт его раз и навсегда! Надеюсь, что со мной всё будет нормально, хотя это вряд ли! Посмотрим, что с этого получится! Я надеюсь, что с помощью удара в голову прямо сюда я убью это чудище! Просто посмотрите на него, какой же он шуткий! Окей, банда, давайте это сделаем! Надеюсь, вы готовы! Раз, два, три! Чёрт! А, только не это! Одной ночью, как только я переехал в этот дом, в окно я увидел какую-то женщину в 3 часа ночи, которая просто стояла и смотрела на меня! Я подумал, что ей нужна моя помощь и вышел к ней на улицу, но она начала танцевать и напала на меня с ножом! Потом она ещё всю ночь охотилась на нас с Настей! Просто вспомните, как это было! Сейчас около 3 часов ночи, я сидел, работал допоздна, как вдруг в окне увидел странную женщину! Она уже минут 10 там стоит, сначала она подошла к моему двору и 2 минуты разглядывала всё через забор! Теперь же она просто встала там и смотрит на мой дом! Я без понятия, что это за женщина и что ей надо, но одета она очень странно! Я живу в не самом пхучем частном секторе в Киеве и здесь такие женщины редкость, особенно в 3 часа ночи! Просто посмотрите на неё, банда, какая же она жуткая! А чёрт, что это она что, меня заметила? Почему она идёт к моему двору, что за бред? Что ей надо от меня, надеюсь, что ей просто нужна какая-то помощь! Чёрт, эта женщина стучит в мою дверь! Господи, банда, ещё этого не хватало! В 3 часа ночи ко мне домой пришла какая-то женщина! И почему она так сильно стучит в мою дверь? Надеюсь, что ей просто нужна какая-то помощь и всё! С учётом того, что с этим домом что-то не так может произойти всё что угодно, давайте посмотрим! Окей, банда, я вроде бы там никого не вижу, что за бред, кто тогда стучал в дверь? Она же только что стучала в дверь, куда она делась? Давайте посмотрим, окей! Эй, женщина, вы здесь? Эй? Вроде бы никого нету, что за бред, банда, куда она делась? Она только что была здесь, я уверен, что это она мне стучала в дверь, теперь она просто куда-то исчезла! Почему именно в 3 часа ночи ко мне домой пришла какая-то женщина? Она сначала просто смотрела на мой дом, а затем начала стучаться все силы в мою дверь! Это уже ненормально, банда, особенно после прошлого видео и всего того, что было в этом доме, это ужасно! Надеюсь, эта женщина просто ушла и больше никогда сюда не вернётся! Чёрт, она снова здесь стоит, банда, просто посмотрите на неё, что с ней не так? Она очень странно смотрит на мой дом, мне уже не по себе от этого, что происходит? Что она делает? О, чёрт, банда, посмотрите, она танцует, вы видите это? Что за бред? Нет, похоже, у неё какие-то проблемы, я не верю своим глазам! Я без понятия, что это за женщина, но мне кажется, ей нужна какая-то помощь! Я думаю, мне стоит спуститься, выйти с ней поговорить! Так, я на улице, и я уже её слышу, как она танцует! Скорее всего, это обычная женщина, которой просто нужна помощь! Я думаю, она заблудилась в моём районе, как это обычно бывает! И я уже её вижу! Она здесь, банда, всё ещё танцует, просто посмотрите! Что это за танец такой жуткий? И посмотрите, что у неё с лицом! Почему оно такое бледное? О, чёрт, банда, как же это жутко выглядит! Я думаю, она просто заблудилась и пытается так привлечь внимание всех моих соседей, чтобы ей кто-то помог! Что это за одежда? Вообще, какая-то кофта непонятная! На вид она вроде бы безопасная, просто обычная бабушка, которая танцует! Давайте выйдем к ней на улицу и спросим, нужна ли ей какая-то помощь! Я открываю калитку, она прямо здесь стоит! Женщина, у вас всё хорошо? Вам нужна какая-то помощь! Эй, вы меня слышите, женщина? Почему вы танцуете здесь? Чёрт, банда, что с ней не так? Почему она мне не отвечает? Женщина! Вы слышите? Давайте выйдем к ней поближе, может быть, она глухая? Женщина, вы меня слышите? У вас точно всё хорошо? Что вы делаете? Что вы достаёте? Эй! Женщина, что вы делаете? Уходите домой спать! Что это, банда? У неё нож, вы видите? Что происходит? Зачем вам нож? Уходите домой! Уходи уже поздно, 3 часа ночи! Пора спать! Идите домой! А мы свинь, женщина! Уходите домой, женщина! Скоро Новый Год, и в честь этого праздника из Даркнета я решил заказать подарки! Я думал, что это будут обычные подарки, к примеру, телефоны, планшеты, но то, что нам туда положили, у меня всё ещё не укладывается в голове! Особенно из последнего подарка, потому что какой-то сумасшедший лимонят напихал детскую мягкую игрушку, человеческие кишки! Это было самое вонючее, что я только нюхал в своей жизни! У нас остался последний подарок, вот это, ты готова? Да, давай! Надеюсь, что хоть здесь будет что-то нормальное! Чёрт, обрати внимание, здесь тоже нарисованы Дед и Морозы! Надеюсь, что в этой коробке не лежит что-то связанное с тем убийством той девочки! Тем не менее, банда, давайте открой мы её уже быстрее, ты готова? Да, давай! Это последняя посылка, надеюсь, что хоть здесь будет что-то нормальное лежать! Я боюсь представить, что вообще может ещё лежать в этой коробке! Тем не менее, банда, я уже почти её открыл, что это такое? Что это? О, чёрт, ты видишь это? О, 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 что это такое, банда? Здесь какая-то кровь, что это, кишки? Просто посмотри, здесь реально какие-то человеческие кишки! Банда, это просто жесть! Кто-то реально смог убить человека, но фаршировать детскую игрушку кишками! Ты видишь это? Да, ужасно! Я просто в шоке, банда, от этого! Оно ещё так воняет! Чёрт! Вот такими были 2022 и 2023 год для меня! Было очень много жутких видео, и надеюсь, что в следующем, 2024 году их будет не меньше! Встретимся с вами уже в 2024! И бандит, помни одно, оставайся такими шикарными! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok